Продолжение следует... С которыми легче начинать свою борьбу с курением. Как я уже говорил, все зависит только от человека, от него самого. Каждый из нас вправе выбирать тот путь, по которому ему следовать. Человек сам должен решить, как ему поступать с собой. Мы можем предложить ему только средства, которыми он может воспользоваться, и не более. А как он ими распорядится, это все зависит от человека. Исследуя тему курения, как я уже говорил, я изучил множество книг, практик, способов, методов и приемов, которые используются в борьбе с курением. С этим тяжким недугом, с этим тяжким заболеванием. И пришел к однозначному выводу, что все они без исключения не дают до конца того положительного эффекта, который, в принципе, они должны давать. Во всех этих случаях получается одно, что одно лечится, другое, как правило, калечится. Тем более лечится, как я уже сказал, и звон рук плохо. И это должно быть понятно, потому что все эти лечения, без исключения, устроены по такому принципу, что проходят поверхностно, не затрагивая глубинных основ человеческой природы и, как следствие, плачевные результаты. Мы люди, каждый второй из нас, если не первый, чем-то до больны. И это несмотря на то, что медицина развивается, что появляется много новых лекарств, которые намного эффективнее и лучше прежних. Почему же так происходит? Как я уже сказал, во всяком случае, пытался это донести до вас в более-менее упрощенной, доступной форме, основой жизнедеятельности человека является его душа. И все наши болезни так или иначе зарождаются и исходят только от нее. Корень всех зол, всех наших правд и неправд лежат в области нашей души. Если наша душа больна, то и все тело наше тоже больное. И как бы мы ни пытались и ни старались найти для себя тот единственный эликсир здоровья, который, как нам кажется, мог бы полностью исцелить нас, если мы при этом пренебрегаем вот этой своей душой, если мы никаким образом не задействуем ее во всем этом процессе, то грош цена всему этому нашему лечению. Мы никогда не исцелимся, мы никогда не вылечимся. Продолжая говорить о проблеме курения, в этом разделе мы будем говорить о практических методах излечения данного заболевания, то я расскажу о трех методах лечения этой болезни, всего трех, которые могут навсегда избавить вас от вашей привычки курить. И я не буду говорить вам о каких-то внешних вещах, конкретных тактиках и приемах, о которых вы в большинстве своем знаете, и информацию, о которых вы найдете в любых теле, радио, печатных изданиях, в том же интернете, ну каких, типа постепенно сбавлять количество выкуренных сигарет, нести, выкидывать их там на ближайшую помойку и делать прочие манипуляции с ними. И т.д. и т.п. вот в этом духе. К тому же раньше, может быть, это имело определенный смысл, но только, увы, не сейчас, когда я понял и осознал всю их ущербность, несостоятельность и неперспективность. И я не буду говорить об этих внешних факторах принципиально, по той простой причине, что все они до одного как раз отвлекают, отводят нас от этой нашей души, о которой я говорил выше, и на самом деле непростительно отнимают у нас значительную часть времени, которое мы тратим на лечение. Я расскажу вам всего лишь о трех заветных правилах, о трех золотых постулатах, назовите это как угодно, о трех вещах, благодаря которым и исследуя которым вы навсегда избавитесь от своей привычки. Пускай это, может быть, вас шокирует и вызовет приступ отвращения, недоумения и какой-то неопределенности, но я с полной ответственностью и знанием дела могу заявить, что только эти три заветных золотых метода могут помочь вам и ничего более. И только с помощью них, приняв их во внимание, отдавшись им со всеми своими руками и ногами, всем тем, что нас еще есть, вы сможете победить свою вредную привычку и никак иначе. И три этих золотых правила суть следующие. Вот они. Это прежде всего молитва, потом покаяние. И в-третьих, это причащение. И это все, что вам нужно, и другого вам просто не дано. Если вы еще сомневаетесь, то я вам скажу еще раз, твердо и убедительно, со знанием толка, человека, который спас от сигаретной зависимости ни одну сотню людей, что вам ничего не поможет в этой жизни, кроме этих трех вещей. И выбросите все остальное из своей головы. Оно не принесет вам никакой пользы. Итак, мы назвали с вами три основных правила. Три составляющих, благодаря которым мы будем бороться со своей привычкой. Давайте сейчас подробнее рассмотрим каждый из них в отдельности. И что конкретно они могут нам дать. Молитва. Что это такое? И что она может дать конкретно нам, применительно к нашей проблеме? Молитва есть установление Божие. Это то, что нам дал Бог, чтобы мы имели связь с Ним. Когда мы молимся, мы общаемся с Богом. Молитва роднит и единит нас с Богом. Она есть самый верный и прямой путь к Богу. А Бог для нас это все. Он источник всей жизни. Он наша жизнь, наше благо, благополучие нашей души, наше все. Отними от нас совсем Бога, мы замертво упали бы, и наше существование сразу бы прекратилось. Таково его воздействие на нас. Соответственно, когда мы не молимся, мы не находимся в связи с Богом. Мы отдаляемся от Него и помрачаемся своей душой. Наша душа не находит для себя должной поддержки и питания и постепенно увядает и в конечном итоге умирает. Поэтому очень важно молиться, поддерживать себя в надлежащем молитвенном состоянии, чтобы не потеряться и не угаснуть душой. Тем более мы знаем, какое негативное и отрицательное воздействие оказывает на нас курение, тем более на нашу душу. Поэтому молитва в нашем случае крайне необходима. Без нее, без молитвы, наша душа оголяется и становится открытой для влияния на нее со стороны темных сил и всякой нечисти. И последствия для нее могут быть самые печальные и необратимые. Молитесь, как говорит Господь, да не войдете в напасть. Молиться мы должны каждый день, постоянно, и по возможности все время, на всяком месте, где бы мы ни находились и что бы мы ни делали. Это наша первостепенная, главная обязанность, которую мы должны соблюдать. И она вполне исполнима, потому что для нас, людей, это может показаться невозможно, но для Бога возможно все. И мы должны стараться делать все от себя зависящее. Как молитва может подействовать на нас применительно к нашей проблеме? Как молитва и наше желание бросить курить могут быть взаимосвязаны, учитываться в совместной связке и вытекать друг от друга? Дело в том, что молитва это универсальный инструмент, потому что помимо того, что, во-первых, это живой инструмент, она не требует от нас принимать какие-то лекарства, проходить дорогостоящие лечения, тратиться на различные средства против курения и так далее. Она, молитва, еще благотворно воздействует, влияет на нашу душу. В чем заключается это благотворное влияние и действие молитвы? В чем ее эффект? Молитва на самом деле это колоссальнейший инструмент трезвения, бодрствования, а не что-то там унесенное, сверхъестественное, безумное, непонятное, как мы, люди, по большому счету думаем. Когда мы молимся, вернее сказать, когда мы правильно молимся, мы заключаем свой ум в слова молитвы. Что при этом происходит? Этим своим актом, когда мы заключаем свой ум в слова молитвы, мы собираем воедино все свои мысли, как бы в один пучок, в один комок. Мы максимально и предельно концентрируем их в одном месте. Что это нам дает? Это приносит нам то, что мы не даем рассеиваться нашим мыслям, нашим помыслам в разные стороны. Мы не даем им разбегаться по разным углам, закоулкам. Вот захотелось нам там покурить, жажда страшная, ну просто невероятная, и все нарастает. Помыслили мы только об этом, и наши мысли побежали в этом направлении. Несметный рой мыслей, помыслов, и их уже не удержать. Они уже где-то там вдалеке, на подступах к тому, чтобы уже реализовать это свое желание в реальности. И вот мы уже с нещадностью хватаемся за эту несчастную сигарету и искуриваем ее до конца. И вот в этом и заключена наша беда. Беда в том, что мы всю свою жизнь рассеиваем себя. Мы раскалываем себя, раздробляем себя, свою душу на эти вот мелкие кусочки. И с каждым разом нам все труднее и труднее приходится их собирать. Мы расточаем себя, мы распаляем свою жизнь, мы размениваем ее на разные мелочи. И неудивительно, что в этой своей жизни мы болеем, испытываем много страданий, бед. Потому что все сложнее приходится собирать, склеивать эти раздробленные кусочки воедино, приводить свою жизнь в нормальное русло, в нормальное состояние, в ее нормальное течение. В то время, как мы должны, наоборот, собирать эту свою жизнь в одно целое, воедино, чтобы в ней был определенный строй, порядок и гармония. Только тогда мы по-настоящему сможем достойно обладать и распоряжаться этой своей жизнью, своими желаниями, потребностями. когда мы сможем запретить себе делать то, что нам не хочется, что нам не нужно, перестать пить, курить, насиловать кого-то там, поднимать руку на ближнего своего и так далее. Мы, люди, сами роем себе яму, мы убиваем сами себя своей праздностью, вот этой нашей расхолаженностью, распущенностью, раздвоенностью своей личности, своей души, которая еще как-то теплится в нас. Потому что Бог не дает ей потеряться в нас до конца. Мы не даем ей ни единого шанса, ни единого глотка свежего воздуха. Мы обрываем на корню все ее добрые позывы, все ее добрые начинания. Как мы, будучи в таком плачевном, запущенном душевном состоянии, надеемся и ждем, что кто-то или что-то там снизойдет к нам и отдалит нас здоровьем, счастьем и избавит нас от наших дурных привычек. Да этого никогда не произойдет, этого никогда не будет. Только от нас, только от нашего сознания, нашего разума, нашего внутреннего строя и согласия. Целостности нашей души зависит наше любое благополучие, зависит то, бросим мы курить или не бросим, будем ли мы продолжать себя дальше травить или нет. Вот даже показателен такой пример, факт, можно назвать как угодно, распятие Христа. Вы когда-нибудь задумывались, почему именно распятие? Вот такая конфигурация в виде креста и сам распятый на этом кресте, страждущий Иисус Христос, его распростертые и вытянутые руки. Посмотрите, как бы со спины распятого Христа, его глазами, что вы увидите? Вы увидите, что висящий на древе Господь как бы обнимает своими руками весь этот огромный мир. Посмотрите, он как бы заключает его в свои объятия, что он заключает его в самом себе, концентрирует его в себе. Что вот он, жертва, умилостивительная Богу, который сам себя принес в эту искупительную жертву за грехи всего человечества. И он один, который может избавить этот мир от этого греха. Вы видите, сам Господь собирает нас в себе. Он ведь не разбрасывает нас по разные стороны. Ты иди там налево, ты иди направо, а именно собирает, средоточит, объединяет в нечто цельное, единое, нерушимое, прочное, надежное, основательное. Поэтому, возвращаясь к теме нашего разговора, молитва Божья, высылаемая нами к престолу Божьему на небесах, она очень важна, потому, потому что она именно задана целью собирать нас в это единое целое. И не даром Господь говорит, обращаясь ко всем нам, что мы должны постоянно молиться, трезвиться, бодрствовать, то есть, по сути, собирать свой этот ум, очищать его от разных помыслов, концентрироваться в себе, чтобы не подвергнуться, не быть настигнутым какой-либо напастью или искушением. И потом, по этой нашей молитве, которую мы возвышаем к Богу, Бог и дает нам все, что нам требуется для этой жизни и отвращает от всего худого и непотребного, что есть в ней, что мы приобретаем в этой жизни. Если бы в нас жила хотя бы маленькая толика этой самой молитвы, было бы немного веры, то вопрос проблемы курения не стоял бы вообще, он бы отпал сразу. Вот что может только одна наша молитва, наша вера. Поэтому давайте будем учиться этой самой молитве, будем навыкать ей, будем приобщаться в вере, потому что без них, без молитвы и без веры, без их прямого участия, вам никогда не удастся победить свою страсть к курению. Теперь давайте поговорим о покаянии, о покаянном чувстве, как оно может помочь нам справиться с нашим недостатком, избавить нас от курения. И начнем мы с того, что определим, что вообще такое покаяние, как оно воздействует на нашу душу и какую собственно пользу оно несет. Покаяние это богоустановленное таинство. От греческого слова метаноия покаяние означает перемена ума, перемена мыслей, образ мыслей и образ жизни, отказу от греховных дел и помыслов. Таинство покаяния это священно действие, в котором священник данную ему силою Духа Святаго разрешает, развязывает, освобождает от грехов кающегося христианина. Для того, чтобы понять смысл покаяния, необходимо подробнее разобрать понятие грех. Грех это зло, это нарушение заповеди Божьей, преступление против Божьего закона, в некотором смысле самоубийство. Грех страшен в первую очередь тем, что разрушает душу самого человека, творящего этот грех, ибо совершая грех, человек теряет благодать Святаго Духа, лишается благодатной защиты, благодатной помощи и становится открытым губительным силам зла, нечистым Духом, которые не замедляют тотчас же воспользоваться возможностью совершения разрушительных действий в душе грешника. А поскольку тело и душа человеческие в этой земной жизни связаны воедино, то раны душевные становятся источником недугов телесных и в результате страдает и тело и душа. Также важно понимать, что заповеди Божьи, Его закон даны нам как дар Его божественной любви к нам, неразумным детям Его. Бог в заповедях Своих повелевает делать что-либо и не делать другого не потому, что Ему просто так хочется. Все, что Бог заповедовал делать полезно нам, а что запретил вредно. Даже обычный человек, любящий своего ребенка, учит его пей морковный сок, он полезный, не ешь много конфет, это вредно. Ребенку не нравится морковный сок, и он не понимает, почему вредно есть много конфет, ведь конфеты сладкие, а морковный сок нет, поэтому он и сопротивляется слову отца, отталкивает стакан соком и закатывает истерику, требуя еще сладкого. Так же и мы, взрослые дети, в кавычках сказать, больше стремимся к тому, что доставляет нам удовольствие и отвергаем то, что не соответствует нашим прихотям и отвергая слово Отца Небесного совершаем вот этот грех. Бог, зная немощное и удобопреклонное ко греху естество человеческое и не желая погибели своего творения в числе прочих даров благодати, даровал нам таинство покаяния как средство очищения от грехов, освобождения от их губительных для человека последствий, дав своим ученикам, апостолам, власть прощать или не прощать грехи человеческие. Христос через апостолов дал эту власть и апостольским преемникам, епископам и священникам Церкви Христовой. И ныне каждый православный епископ или священник обладает этой властью во всей полноте. Всякий христианин, сознающий свои грехи и желающий от них очиститься, может прийти в храм Божий на исповедь и получить разрешение освобождение от них. Важно понимать, что церковное таинство покаяния есть не просто возможность выговориться и тем облегчить свою душу, как это принято в мире, но по сути своей это таинство действия благодати и как и каждое действие Духа Святаго производит в душе человека реальные благотворные изменения. Покаяние называют еще вторым крещением, так как в этом таинстве совершается подобно крещению очищение от грехов и душа вновь обретает блаженное состояние чистоты и праведности. да, и мы должны ходить в храм Божий, нести туда все свои грехи и раскаиваться в них и делать это по возможности часто, потому что мы очень много грешим, а как грешим, то и должны просто и обязаны каяться. Как я сказал, в нас очень много грехов, помимо нашего основного греха, греха курения, если так можно сказать, если мы говорим о нем, в нем мы тоже должны постоянно каяться до тех пор, пока не оставим его полностью. Церковь, кстати, причисляет грех курения, если не к смертному, но к разряду очень тяжелых грехов. И требуется серьезно отнестись к нему. Почему я говорю, сказал постоянно? Потому что по своей многолетней практике я знаю, что вы не оставите этот грех сразу. И он не покинет вас сию же минуту. Сейчас, когда я вам говорю об этом, все равно потребуется какое-то время, потому что грех он именно лечится. это все же в большей степени достаточно длинная затяжная процедура. Сколько она длится, я точно не могу сказать. Хотя я могу сказать, что человек может измениться в одночасье, стать совершенно другим человеком. Человек может измениться мгновенно. И такие случаи у меня были тоже, не скрою. К примеру, курил вчера человек, потом он покаялся искренне, и сегодня уже смотришь на него, а он уже не курит. Или ему там хватило пару дней, чтобы с помощью покаяния побороть этот свой грех. Все может быть. У Бога ведь все возможно, как мы уже говорили. Но в большинстве своем все же требуется определенное время. опять же здесь для каждого человека по-разному. Люди бывают разные, и у каждого свой душевный настрой, своя внутренняя конституция, своя психика, какие-то свои индивидуальные качества и прочее. К чему я это все говорю? Я знаю, что эта привычка о вас сразу не пройдет. Конечно же, за редким исключением, о котором я тоже упомянул, даже если будете каяться в этом своем грехе нести свое бремя покаяния и довольно часто, неоднократно. И вы должны будете это делать, просто обязаны, если хотите избавиться от своей вредной привычки. И если придется, то и тащить себя на исповедь, натуральным образом, даже скрипя зубами, против своей воли, а иначе никак. И я еще раз призываю вас к этому. В любом случае нужно ходить в церковь, продолжать нести это свое дело покаяния, раскаиваться в содеянном и стараться исправляться, делать все от себя зависящее, все возможное, ведь, как я уже говорил, все зависит по большому счету от нас и только от нас. Другое золотое правило, о котором пойдет речь, это причащение. Причащение святых христовых таинств. Его еще называют таинством Евхаристии, то есть, по сути, апогея завершения исполнения двух предыдущих элементов, которые мы разобрали с вами. Чем оно так привлекательно, притягательно и исключительно? в чем его особенности и как оно может благотворно повлиять на нас? Мы знаем, что для того, чтобы победить нашу привычку, нашу страсть курить, мы должны идти путем молитвы, мы должны преисполнять свой ум молитвой, давать отпор своим худым и нечистым помыслам и мыслям. затем эту свою молитву мы должны совмещать с покаянием, с нашим покаянным чувством, каяться перед Богом за совершенный грех, грехи. И если надо, то просто заставлять и понуждать себя делать это, хотя бы на первых порах. Это очень важно. И вот настает кульминационный момент, развязка, что ли сказать, всех наших этих действий, это причащение, принятие причистых и животворящих христовых таинств. Что это? Что это за еще один спасительный круг? Что за очередной круг ада, который я должен пройти? Подумает, наверное, самый заядлый курильщик из вас, сидя в своем мягком кресле. Многие из нас, если не все могут сказать, о чем идет речь, многие из нас слышали и понаслышке знают обо всех этих вещах, о которых мы говорим. Это не есть там что-то новое, привносимое там вдруг откуда-то, что там в один прекрасный день свалилось нам на голову. Нет, это для нас не новость. Но одно дело знать или догадываться, а другое дело делать это в своей жизни. Это две большие разности. Так вот, я предлагаю не знать, а делать, исполнять все эти дела, условности, назовите их как угодно. Не тешить свой ум этими вещами, которые известны всему миру, а идти и делать их, идти и реализовывать, воплощать их в реальности, в реальной жизни. Идущему благоволит удача, как говорили еще древние греки. Там или один апостол Христов сказал, что идите, проповедуйте Евангелие, Царствие Божие. Он же не сказал, сидите или лежите с никотиновым пластырем во лбу, с никотиновой резинкой в зубах или с какой-нибудь там волшебной палочкой по легкому мановению, которую вы вдруг перейдете из разряда курящих в некурящих. Конечно же нет. И апостол говорит, нужно идти, вставать и идти и делать свое правое дело. Только так мы сможем чего-то добиться положительного из всей этой нашей темы. И другого нам просто не дано. Да, но все же продолжим говорить о причащении, причастии святых христовых таинств. Что такое святые христовые тайны? Святыми христовыми тайнами церковь называет тело и кровь христовы, которые присуществляются, то есть меняют свое существо, превращаются под видом хлеба и вина во время совершения священником божественной литургии в храме. Господь наш Иисус Христос сказал «Едущий, то есть тот, кто ест мою плоть и пьющий, кто пьет мою кровь, имеет жизнь вечную». Это слова священного писания. В ночь перед тем, как он был взят на крестные страдания, пребывая на тайной вечере со своими учениками, Христос впервые совершил вот это таинство Евхаристии, то есть благодатью Святаго Духа изменил существо хлеба и вина в существо тела и крови своей, затем дав их есть и пить ученикам своим заповедал «Сие творите в мое воспоминание». Тем самым Христос установил совершение таинства причащения, то есть соединения с ним самым теснейшим образом, ибо когда мы принимаем в себя тело и кровь Христовая, они становятся нашими телом и кровью, и мы обожествляемся, обожаемся, становимся обоженными, насколько это возможно человеку. Понятно, мы также должны приступать к этому божественному таинству, в котором нам в дар преподается само причистое тело и сама причистая кровь нашего Спасителя, Господа Иисуса Христа, чтобы Он производил в нас все необходимые и потребные для нас перемены и изменения. И как это можно делать? Обычно люди, мирские люди, живущие в миру, почищаются раз в пост. В нашем случае, если мы хотим избавиться от курения, мы должны это делать гораздо чаще, то есть, по сути, после каждой нашей исповеди, о которой мы говорили выше. Это может показаться тяжелым и сложным делом, но делать это необходимо и крайне важно, потому что как бы мы не боролись своими средствами в одиночку или с помощью чего-то, сделать это практически невозможно. Требуется какая-то высшая сила, высшая помощь, поддержка, которая могла бы раступить весь этот темный мрак, темное царство, которым мы преисполнены, которые мы носим в себе. И вот это таинство, таинство причащения подойдет для этого как нельзя кстати. Чем мы будем больше причащаться, тем мы меньше будем оставлять место темному и мрачному в нас, место тому зловредному и коварному темному духу, который находится в нас и от которого происходят все наши беды и несчастья. И вот так вот постепенно приобщаясь вот этой святыни, приходя от силы в силу, приобщаясь благодатной жизни, постоянно возрастая в ней, мы будем с вами работать над собой, будем бороть этот нечистый грех, который засел в глубине нас. Да, конечно, с нашей стороны жертва, что ли сказать, определенные усилия, но все это впоследствии может с лихвой окупиться. Мы наконец вдохнем с вами глоток вот этого свежего воздуха, мы ощутим вкус к этой жизни. Мы увидим и ощутим в себе сполна все краски и прелести этой новой обновленной жизни, которая может стать для нас совершенно другой, не похожей на прежнюю, то, что было раньше, когда эту жизнь нам заслоняла вот эта беспросветная и гнетущая пелена темного, мрачного и едкого дыма. мы можем и должны преобразиться, изменить прежний ход своей жизни, и для этого все средства для нас есть, они созданы, причем уже сравнительно давно, которые действуют уже на протяжении многих веков, тысячелетий, принося свои положительные плоды. Остается только взять эти средства в свои руки и воспользоваться ими в полной мере. Но для этого, как я уже сказал, нам нужно немного потрудиться, если хотите самоотречься от себя, отвергнуться, отрешиться от себя, от своего эгоистичного и своенравного я, который, я уверен, сейчас бунтует вас и противится вашему желанию большим переменам. Бесспорно, потребуется ваша сила воли, потребуется ваш характер, ваше стремление измениться, ваша внутренняя мотивация, о которых мы тоже говорили. Не скрою, для кого-то из вас этот путь будет легок, для кого-то тяжелым. Я уже говорил, что люди меняются мгновенно, когда их касается Бог, всесильная и всемощная благодать Божья. Надо просто собраться и пройти этот путь до конца. Попробуйте, возьмитесь за это дело прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик. В любом случае, вы ничего не потеряете, а только лишь приобретете. И итог может быть самым обнадеживающим, самым приятным для вас, для ваших родных и близких, друзей, которые окружают вас. Вы подарите им и себе в первую очередь радость минуты незабываемого счастья, и все ваше и их жизни придет к лучшему. Редактор субтитров Корректор А.Егорова